Ну что, видать, на этом все веселье и закончилось. Не могу я снять нижнюю часть поддона. Такое впечатление, что она прикручена со стороны маховика еще на пыльник, который между двигателем и коробкой стоит. Поэтому надо снимать целиком двигатель с коробкой. Для этого сейчас отвязываю весь подрамник и откручиваю обе стойки. Все целиком опускаем, а кузов поднимаем. Ладно, приступаю. Буду показывать. Снимаем вот этот усилитель с двух сторон, откручиваем. Здесь болт под сплайн М10 с одной стороны и с другой стороны. Снимаем генератор. Генератор здесь крепится на четырех болтах. Два болта сверху и точно так же, вон, две шляпки, я уже их открутил. Два болта снизу. Головка здесь на 13. Также здесь питание с аккумулятора и возбуждение с обмотки. Отключаем их и снимем генератор. Для чего снимаю генератор? Хочу отцепить компрессор кондиционера, чтобы фреон не спускать. В сторону его отведу. Когда двигатель будем опускать, потом мы его так же поставим с фреоном на место. Откручиваем. Снял разъем с компрессора кондиционера. Вот один болт, вот здесь один болт и сверху один болт. Вот третий болт. Все болты на 13 откручиваем и опускаем его вниз. Снимаем жабо. Снял здесь резинку уплотнительную. Снимаем четыре вот таких клипсы. Они просто стягиваются, вот здесь держат жабо. И снимаем два колпачка, которые закрывают гайку на дворнике. Сейчас откручиваем дворники и снимаем оба дворника. Дворники снял. Сдергиваем обе половинки жабо. Они вот здесь вот заходят в паз. Выдергиваем одну сторону. Для чего? Чтобы нам открутить стойки открепления. Снимем двигатель вместе с подрамником и вместе со стойками, с подвеской. Открутим только суппорта и открутим датчики АБС. Продолжаем? Крузоавтомобиль. За что ни возьмись, одно за одним цепляется. Взялся чашки откручивать. Один болт только открутился, а два посрывались гайки на чашки. Как их сейчас выкручивать? Только резать отсюда шляпы. Потому что снизу это невозможно сделать. Вон они гайки. И залил их заранее. И все. Коррозия. Материал используют. Говно одним словом. Не могут нормальные болты что ли поставить. Почему у японцев 20-30 летних все откручивается. А у этой машины, которая 8 лет, нифига не откручивается. Ладно. Продолжаю дальше. Решил таким образом их шляпки на четыре грани. И раздвигать, сдвигать. Туда можно будет. О! Уже отломалось. Впер drag it to the top to the top to the top. Субтитры сделал DimaTorzok Все, вот таким образом можно их будет и убрать Ладно, продолжаю, еще три Эту сторону я снял Эту сторону разрезал Разрезал, сейчас буду снимать Закрыл здесь экранами, все Чтобы искренне куда не летели И срезал Все, здесь тоже убрал Все, стойка отошла Теперь Снял аккумулятор И снимаем Подставку Площадку Здесь три болта Головка на 10 Откручиваем Открутил я оба суппорта Вот сзади здесь Подбитую Торкс Сейчас скажу на сколько Торкс Т45 Вот эти вот два винта Открутил вот здесь вот болтик на 10 И отключил разъем датчика скорости Датчика АБС Для чего? Чтобы не оборвать датчик И тормозную жидкость не спускать Также с той стороны сделал Сейчас Вот эту проводку Разъем Вот здесь вот он находится Потом идет вот этот провод Вот он питание Вот здесь открутим И открутим массу Это идет на рулевую рейку Отключим И сейчас залезем в салон Открутим вал рулевой От рейки Чтобы отцепить И можно будет уже Снимать болты Под рамника И поднимать кузов Под рулевой колонкой Вот здесь снизу под панелью Подкручиваем Две вот таких заглушечки Слева-справа И снимаем Вот этот Пластиковый Пыльник И вот мы видим Рулевой вал Берем Маркер И метим Для чего Чтоб нам потом Удобнее было Собирать И постараться Не промахнуться Болт здесь На 13 Откручиваем Этот болт Секунду Сорвал его Так вот Все Вау Мы открутили Да Пошел Открутил Вот здесь Болт Вот уже видно Отошел Головка на 18 Открутил Вот здесь Болт Тоже видно Отошел Он снизу Головка на 18 Открутил Сзади Вот по подрамник Подставил Бруски Там два болта Слева Справа Потом Открутил Два болта Вот здесь Крепление Коробки Тоже видно Отошло Там тоже Головка на 18 И так же С этой стороны Открутил Вот здесь На подрамнике И вот здесь На рычаге Все В принципе Отвязали Все Потихонечку Приподнимаем И Смотрим Что у нас Себя Как ведет Вроде Все Выходит Так Здесь Кондиционер Надо будет Отодвигать И Глушитель Я разъединил Глушитель Там У человека Просто стоял Стяжной хомут Да Та сторона У нас С рулевым валом Поднимается Надо вытолкнуть Его Вытолкнуть Вал Проверяем Кондиционер Как Отводим В сторону Вроде Вроде Все Отходит Комбер Сейчас Продолжение следует Продолжение следует Кресик здесь остается, это нам и не надо, чтобы капало, а вот этот тоже не надо. Ну что, вроде бы это у нас мешает. Подвеска у нас выходит, надо подвеску подложить, потому что пыльник натянулся, сейчас подложим. Все, вот оно чудо-юдо рыбокот, надо было сразу изначально так делать, но теперь буду знать, с пассатом не связывался, но зато для себя определился немцем, я себе не куплю. Не люблю я немцев, люблю я японцев, вот так вот все выдернули, в принципе задумка интересная, но геморроя много. Ладно, продолжаем, снимаю блок. Снимаем турбину вместе с коллектором, целиком с выхлопной трубой, открутим вот здесь два болта на кронштейне, на подрамнике, открутим подачу масла, охлаждение, охлаждение мы откручивать не будем, оно здесь останется. Подачу масла открутим и сток масла открутим, здесь торкс, не торкс, сплайн 12, M12, откручиваем, открутил вот кронштейн, здесь два болта, тоже сплайн, и снимаем, здесь вот еще хомут, скоба передвижная, которая шланги держит, мы ее тоже открутим, когда снимать будет, аккуратненько, чтобы датчики не поломать. Так, ну, откручиваем и снимаем, колечки здесь не потеряйте, их сразу на местном оживляйте. Продолжаем. Снял коллектор, нам потом и ставить его удобнее будет, здесь сток масла открутил два болтика, и вот такая прокладочка там, турбину убрал, сейчас посмотрю, спрошу, если что, мы даже ее сразу и увезем, чтобы проверили ее, нормально она, ненормально. Откручиваем болты, вот здесь болт, здесь болт, здесь вот болт, головки на 18, откручиваем стартер, две гайки, и под стартером еще два болта есть, они вот здесь за стартером крепят коробку. Получается, получается, пять болтов у нас сейчас держат блок, снял патрубки, чтобы не мешали, чтобы не поломать их, и сейчас снимем вот этот механизм. Вот здесь просто открутим болт, вместе с тренштейном уберем его, откручиваем. Это болты не под стартером, это болты стартера, они вот такие вот длинные, они же и крепят. Продолжаем. Ну вот, вроде бы все болты открутил, сейчас пробую снимать блок. Попробуем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Гидроблок не открутил Надо было открутить сразу гидроблок Не увидел где он крепится Поэтому Ставить мы будем по другому Гидроблок поставим на место И закрепим его уже Здесь вот заглушка Вот она Отсюда откручивается и крепится гидроблок Сейчас снимаю и откручиваю его Откнув коробку на место Снял гидроблок Снял маховик Маховик 8 болтами крепится Головка на 16 12-гранные Вот они Два болта Которые держат Нижнюю часть Блока Полуподдон Так называемый Сделано это специально Чтобы такие Как я туда не лазили Но они не Не додумались Что такие Как я туда Именно и лазим Ладно Откручиваем Два болта Снимаем полуподдон И выдергиваем поршня Гидроблок Вставил на место Там пазы Под маслонасос Их надо обязательно попасть Вот я вставил Гидроблок Даже получается Ушел немножко дальше Чем положено Когда мы поставим блок С маховиком Он нормально встанет Мы его уже подтянем Надо будет Вот эти шпильки Чтобы попали В маховик Продолжаем Снимаем эти два болта Ну вот Снял полуподдон Вот они Эти два болта Которые держались Здесь на герметике Это как раз была Точка Невозврата Здесь Удивительно Что герметик Я думал Что здесь Лактайт будет Ну ладно Раз герметик Значит мы тоже Посадим на герметик Хотя взял Лактайт Ладно Откручиваем шатуны Здесь Головка Е10 Ешка вот такая Откручиваем И смотрим Что там будет Интересная Шестерня На датчик Коленвала По зону Как он там называется Мельце Проблема Она Откручиваем Сейчас И Ad tips Пар listen К До Вкладыш остался, это плохой знак. А нет, не прослабленный, нормально. Снимаем, поршень смотрим. Снимаем, поршень смотрим. Снимаем, поршень смотрим. Странно, странно. Вот если посмотреть по кромочке, где она, вот она. Видно, что... Ладно. Снимем. Посмотрим, что там будет. Продолжаем, остальные выдергиваем. Ну, вытащил я все четыре поршня. Поршня, в принципе, живые. Менять мы их не будем. Вкладыши тоже живые. Тоже менять не будем. Шатуны, это... Вот видно по трещине. Руки. Не хочет фокусироваться. Трещины на стыке. У японцев они ровные, шлифованные. А здесь шатуны ломающиеся. Прорезаны и ломаются они неровно. Но зато не перепутаешь и уже по другому крышку не поставишь. Сейчас чистим их. Замачиваем. Чистим. Моем. Ставим новые кольца. И собираем. Продолжаем. Залил поршня очистителем карбюратора. Это вот такая штука наша. Российская. Очиститель карбюратора и дросселя. 600 граммовый фокон. Поршня положил в пакетик. И залил. Примерно пол баллона где-то вылил туда. Ночь постояла. И вот она. Все отлетает. Маленько пошоркать. И протереть. Сейчас почистим. Покажу. Какой будет эффект. Ну она. Видно. Раскисло все это. Чищу. Устанавливаем новые поршневые кольца. Оригинальный номер 06J. 198-151B. Здесь дело в том что. Один комплект столец. Идет на один поршень. Вначале. Заказали. По описанию. Так и было. Комплект. Заказали комплект. Ну когда пришел комплект на один поршень. Очень удивляют немцы. Кто будет менять. На одном поршне кольца. Вот это непонятно. Пришлось дозаказывать еще. Вот компрессионное. Два кольца. И вот маслосъемное кольцо. Так называемая лапша. Устанавливаем. Вот это вот. Среднее кольцо. Скажем так. Второе компрессионное. Вот этим бортиком. Если его видно. Да. Видно. Передает. Его устанавливаем вниз. Вот это кольцо. Верхнее. Устанавливаем. Маркировкой вверх. Вот маркировка. Вот точка. Его устанавливаем вверх. Ну а маслосъемное кольцо. У него здесь нет маркировки. Оно одинаковое. Устанавливаем. «М intuitive здоровье». Ну ахминь. Хминь.